Здравствуйте, любимые мои! Я счастлива видеть вас на моём канале Вселенная Таро. С вами Наталья, ваш личный любимый Таролок. Сейчас я хочу... Сейчас я установлю камеру более-менее ровно. Я хочу посмотреть для вас ответы на ваш вопрос. Задумайте какой-то вопрос и либо посмотрите... Либо я вам посмотрю два варианта, как будет развиваться один вариант событий и как будет развиваться второй вариант событий. Либо да или нет, ответ на этот вопрос. Ваша задача думать про этот вопрос сейчас, про себя, думайте про ваш вопрос. И если у вас два варианта, думайте сначала про первый вариант, я достану карты, озвучу. А потом про второй вариант и тоже озвучу. А если у вас да или нет, соответственно, вначале думайте да, а потом нет. Итак, начинаем. Начинаем. Я готовлю колоду. Будем смотреть прямые и перевёрнутые. Не знаю, когда выйдет это видео. Я уже делаю короткие видео, потому что очень долго грузится. Здесь очень медленный интернет. И у меня видео загружается много дней. То и даже и больше недели, а несколько недель. Ну, в общем, когда-нибудь загрузится, и вы его увидите. Так, я надеюсь, вы придумали ваши вопросы уже. Вы уже настроились на расклад. И мы начинаем. Итак, первый вариант. Для тех, кто думает, вот, либо как будет происходить, да, этот первый вариант, как это будет для вас, или да, или нет, да. Ответ вот на первый вариант. Первый вариант. Ну, смотрите, пока не хватает ресурсов, не принято решение, нет сил. Вы обездвижены, обессилены. Может быть, даже денег не хватает, времени. В общем, у вас такое ощущение, что вы в одиночку будете. Если вы загадали, как это будет происходить, то вы в одиночку буквально будете тащить эту ношу на себе, и вам будет, ну, сложно. Да, у вас будет состояние, как будто завязаны глаза, как будто вы не контролируете ситуацию, как будто вот темные птицы летают. В общем, такое, знаете, может быть, даже какие-то могут быть ссоры, фехтования намерениями, что-то вот такое вот сложное. В общем, сложная картина выходит. Ну, и в итоге рыцарь мечей перевернутый, как будто бы ноги не будут туда идти. Если вы загадали вариант не как это будет происходить, а да или нет, но я бы сказала, что это скорее нет. Вот такая вот ситуация по первому, да, по первому варианту. И давайте посмотрим сразу, а почему так, почему сложность, в чем причина, давайте, в чем причина, в чем сложность. Ну, смотрите, высший суд перевернутый, потому что высшие силы не поддерживают. Вот что-то, давайте тоже посмотрим, а в чем причина, почему они не поддерживают. Потому что, ну, как-то это идет против семьи, как-то это не коррелирует с чувственной сферой, может быть, с вашим вдохновением, с вашим наполнением, с вашими чувствами, с вашими эмоциями, или прям напрямую, ну, с семьей, да, как-то вот. Вот почему-то это вразрез идет. Еще почему, почему так не складывается. Ну, не то, что он не складывается первый вариант, но он будет очень сложный. Еще почему. Ну, потому что надо больше туда вкладываться, надо трудиться. То есть, знаете, ситуация еще не вызрела, она не созрела, она не, как вам сказать, это все равно, что первокласску перевести в пятый класс, да. Ну, как бы можно, но очень сложно, вот. И для ребенка, и для всех одноклассников, и для учителей. Поэтому не рекомендуется. Рекомендуется постепенно, шаг за шагом, выстраивать ситуацию. Может быть, попросить вот еще в команде других, да. Или есть третий фактор, это тройка. Все-таки, в общем, первое, первый вариант, или первое развитие событий, да, по вашему вопросу, он будет очень сложный, вот. Давайте теперь второй посмотрим, второй. Что будет со вторым вариантом? Думайте о вашем втором варианте. Или, если у вас да, нет, думайте о том, вот если нет, вы примете решение, если нет, как это будет для вас? Вот так, покажите нам второй вариант. Да, смотрите, высшие силы опять. Но, смотрите, высшие силы все равно ругаются. Знаете, я вам сразу хочу сказать, рекомендую. Начните вот просить. Прям обратитесь к высшим силам, к своим ангелам-хранителям, к своим родовым всем, о поддержке, да. Неважно, про какой вариант вы сейчас будете смотреть, но обратитесь о поддержке. Потому что вот как будто бы, не слышите вы, как будто бы вы не обращаетесь. Смотрите, есть двойственность. Пока вы не можете решиться, пока вы не можете принять это решение. Но это мы и так знаем. Вы нам скажите четко, как это будет происходить и что по второму варианту. Ну, второй вариант, смотрите, королева Пентакли для вас это ресурсно, для вас это понятно. На это как раз-таки у вас есть и силы, и ресурсы, и возможности. И для вас это будет спокойно, уверенно. Вы будете чувствовать себя очень уверенно, гармонично. Ну, и все вас вокруг будут воспринимать, да, вот так вот, такой вот божественной королевой Пентакли. И давайте посмотрим. Так, сама выпрыгнула, что тут выпрыгнула. Король кубков перевернутый, выпрыгнул, да? Ну, есть какой-то мужчина, или может быть для девушек высшие силы переворачиваются, вот тоже говорят. Почему ты сердце не раскрываешь, почему ты не обращаешься к нам? Это если высшая сила. А если задействован там мужчина, вот у него какие-то переживания по поводу вот этого второго варианта. Примите вы его или нет, решитесь вы или нет, или как это будет для него вместе с вами. Ну, в общем, король тут, который за вас вот волнуется, со своим любящим сердцем, да, он переворачивается, он переживает, как вы, такая вот успешная королева Пентакли, как вы его примете, как вы к нему отнесетесь, как у вас будет между вами, в общем, его какие-то волнения, сомнения. Ну, давайте здесь тоже посмотрим, вот есть ли проблемы, да, по второму вот этому варианту, или по второму развитию событий вашего вопроса. Если есть, то какие? Или наоборот, какие-то рекомендации от высших сил, да? Смотрите, у нас прям карты одни и те же выходят. Рыцарь мечей не бежит. Знаете, такое впечатление, что вы сейчас сидите вот на решении и не двигаетесь пока ни в одну сторону, ни в другую, а высшие силы вам говорят, ну, начни уже двигаться хоть в какую-то сторону, да, хоть в какое-то направление. Да, как будто бы вы по второй ситуации не видите счастья, не видите легкости, как будто бы вы не можете себе позволить это, знаете, вот ощущение, что вы больше склоняетесь к первому, да, варианту, а он для вас сложен, тяжел, а во втором больше легкости, счастья, но вы это переворачиваете, вы это не видите, ну, может быть, пока не осознаете, не понимаете. А тут как раз вот она, видите, десятка кубков счастья, любовь, взаимопонимание, исполнение желаний. В общем, во втором варианте кроется и ваши ресурсы, и ваша уверенность, и радость, и вдохновение, и наполненность, но вы этого пока не видите, не осознаете, не ощущаете, и поэтому в начале высшие силы вышли, да, перевернутые, что они говорят, ну, раскрой глаза, увидь, мы за тебя молимся, а не ты нам. Они переживают, они волнуются, а вы как будто бы этого не осознаете, не ощущаете, да, вот так вот. Ну, вот такой вот короткий расклад, надеюсь, он подгрузится хотя бы за несколько дней или за неделю, не знаю, вот. Что вам? Давайте еще совет вам. Солнце, смотрите, самая счастливая карта колоды, вот вам солнце. Увидьте, позвольте ему случиться, позвольте счастью случиться в вашей жизни, верьте в него и живите на солнце, на вот этом счастье, продлевайте его как можно дольше. Вот вам такой божественный совет. А я вас люблю и желаю всем мира.